Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может увидеть каждого. Прекрасная новость. Поплавский, Михаил Михайлович, сделал Путина Владимира Владимировича в одну калитку. Можно сказать, опозорил его перед всем миром. Сегодня Поплавский сказал, что он уходит с поста ректора Университета культуры. Он хочет уйти по-человечески, под аплодисменты. Хочу напомнить, объяснить тем, кто не знает, кто такой Поплавский в аудитории Германии, Казахстана и России. Это человек, чья популярность в его университете значительно превышает популярность Путина в России. Ну так, чтобы вы поняли. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю Мишу много лет. Я бывал в его любимой и прекрасной богодельне в этом университете, где каждый, кстати, что справедливо получает то, зачем он туда пришел. И это правильно. Но мы сегодня не будем обсуждать во что. Какой-то задрыпанный кулек превратил Поплавский. Он из отстойного вуза пропагандистского характера сделал кузницу кадров. Там лучшие преподаватели, лучшее образование, лучшие ремонты. Там не воняет туалетом, а воняло, воняло, когда пришел Поплавский. Так вот, когда Путин пришел возглавлять Россию, в России воняло туалетом, как в кульке, куда пришел Поплавский. Только у Поплавского туалетом это не воняет, а у Путина в России воняет. Причем воняет не все меньше, а воняет все больше. В этом одна из существенных разниц. И эта разница определяет разницу между нашими государствами. Вот в ней, как в капле воды, видно. И самое главное, что Поплавский уходит по собственной воле. Все. Его никто не заставлял. Он принял такое решение, а в Кремле... Ребята, ну это же просто памятник недоразвитости власти. Это просто пещерное непонимание того, как устроен мир. Поплавский мог сидеть до гробовой доски в кресле ректора. Но в отличие от Путина, у него есть чувство собственного достоинства. У него есть мозги и понимание, в каком мире мы живем. Друзья, я когда смотрю вот эти российские каналы, мне это просто любопытно. Я, ну как лечащий врач, да, мне интересен анамнез. То есть я всегда читаю эпикризм моего пациента. Я вижу, что они все, начиная от кремлевских старцев и заканчивая пропагандистами, остались в прошлом веке. Они безумно отсталые. Их аргументация, их видение мира, оно даже не из прошлого, оно частично из позапрошлого столетия. Они до умопомрачения несовременные. Потому что в плане интеллектуального развития наш Михаил Михайлович Попланский, да это просто Эйнштейн по сравнению с двоечником из школы для психически отсталых детей. Вот серьезно, Миша настолько опережает в своем интеллектуальном развитии, в своем понимании мира, руководства Российской Федерации, что просто берет оторопь. Я вам честно скажу, что, ну вот на примере Поплавского видно, что возраст не помеха человеку меняться, быть человеку современным. И критику, которую высказывали, высказывают, да и в общем-то будут высказывать в его адрес, он воспринимает совершенно адекватно. То есть у него не начинается истерика, как у Путина или у нашего Зеленского, когда он слышит критику. Причем вне зависимости от того, справедливая она или нет. То есть в отличие от президента в России и президента Украины, Поплавский действительно европейского сорта руководитель. И его пример, как это ни странно, может быть классическим примером того, как человек может уже в почтенном возрасте не превратиться в старого, отставшего от жизни, занюханного пердуна. Все-таки возраст дает возможность сохранить интеллект и чувство приличия. Можно любить Поплавского, можно не любить, но согласитесь, что на примере нашего Поплавского мы понимаем, как далеко мы ушли вперед. Ведь вы посмотрите временные рамки руководства Российской Федерации и возраст Михаила Михайловича. Мы же увидим сразу, вот это лакмусовая бумажка, разница между государствами. В этом конкретном, черт побери, примере. Ну, а вас, друзья, я, безусловно, попрошу поделиться этим моим видео, обсудить эту тему в ваших комментариях. Мне очень интересно, что вы подумаете по этому поводу. Я через свой влог передаю мои самые наилучшие пожелания Михаилу Михайловичу. Обязательно ему перезвоню сегодня вечером. Лично восхищусь его решением. А победа, друзья, в том числе, обязательно придет к нам, потому что и за Поплавским, как мы видели, да, уже не заржавело. Он своей личной жизнью и личным примером вносит вклад, и уже внес вклад, в понимание той пропасти, которая разделяет кремлевский режим и свободолюбивое, независимое украинское государство. Не обязательно распространите это в соцсети, подпишитесь на мой канал и сагитируйте кого-нибудь еще. Это поднимет количество подписок и, возможно, распространение среди Ютуба, где, честно говоря, что-то не густо. Нахожусь я в каком-то бане, о чем неоднократно говорил, но модерация Ютуба российскими модераторами, безусловно, дает свой эффект. А нет ничего такого, чего бы мы с вами не смогли преодолеть в, как-то кажуть, украинскую мову в законный способ. Вот именно законными средствами мы добьемся нашей цели, и я не сомневаюсь ни на секунду в том, что мы обязательно победим врага. И участвовать в этой победе, делать для нее все, будут, как-то кажуть, и пионеры, и пенсионеры. И то, что мы добьемся нашего результата, не сомневается никто. Я думаю, ни Поплавский, ни Байден, ни Путин, ни Зеленский, ни каждый из вас. Победа будет за нами, друзья, потому что во всех ее смыслах и проявлениях за каждым из нас обязательно не сожнеет.